Итак, друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем заниматься тем, что будем врезать тройник в наш канализационный стояк. Вот смотрите, от состройщика у нас осталась вот такая вот высота. Высота очень большая. И так как мы не можем оставить данную трубу в таком положении, потому что у нас очень высоко выйдет на ванну, поэтому нам нужно его будет опустить. Делать это мы будем в следующем образом. Мы сейчас отрежем трубу, вытащим, потом срежем раструб. Раструб мы срежем для того, чтобы заглубить трубу ниже. А ниже мы опустить ее не можем у соседей, потому что там они уже все сделали, высоту они менять не стали, в общем сделали, как сделали. Просто решили поднять ванну на 7 сантиметров и соответственно тем самым обыграли данную трубу. Но если канализация высоко, получается все высоко. Нужно канализацию опускать на самое минимум. Этим сегодня мы будем заниматься. Как мы будем это делать? Дальше я вам все покажу и расскажу. Поэтому смотрим, очень полезно. Сейчас мы подготовим наш тройник, который мы будем там монтировать. Смотрите, видите, вот такие вот наливы, их надо срезать сразу, потому что они ни в коем случае не должны оказаться в канализации. За них может цепляться мусор и после забить канализацию. Поэтому смотрите, перед монтажом вы такое всегда убираете. Так, а сейчас мне нужно сделать на канализационном тройнике нарезки. Это нам нужно для того, чтобы мы могли сжать нашу трубу и просунуть ее уже в стояк. Итак, в общем, я сделал вот такие вот прорези. Фаску снял более такую острую, чтобы у нас конус был более такой остренький. Далее разболбили здесь пол, чтобы у нас была в трубе возможность расшириться. И сейчас где-то в этом районе мы отрежем нашу трубу, вытащим и будем потом работать с этим раструбом. Так, мы вот убрали трубу. Вот она у нас стоит здесь. Теперь нам нужно вот этот раструб срезать. Так, мы все подрезали. Дополнительно сняли фаску, чтобы было удобнее всовывать. Ну и теперь у нас практически все совпадает. Теперь берем газовую горелку. Прямо газовую горелку и вот так вот равномерно мы его прогреваем. Аккуратненько. Сейчас мы вот так вот аккуратненько туда наш страниц вставим. Ну, в принципе, приемлемо. Отлично. Ну вот, немножко пришлось попотеть, но мы все-таки справились с задачей. Вставили наш тройник. Вот он практически полностью вошел, как и положено. Так, здесь у нас все отлично стоит. Вот, сейчас по краешкам здесь пройдем силикончиком, по краям. Так, все сможем, сделаем. Здесь у нас внутри тоже все отлично. Все отлично. Ничего не мешает. Все. Собираем канализацию. Здесь тройничок, здесь компенсатор, здесь труба. И все. Работа будет сделана. Вот, мы справились с нашей задачей. Опустили канализацию. Установили все нужные тройники. Этот тройник у нас пойдет сюда, на раковину. Этот тройник у нас пойдет сюда, на стиралку. Этот тройник у нас инсталляция, ванна и на кухню. Вот, теперь, как мы видим, можно опустить канализацию при необходимости, при отсутствии раструбы. В этом нет никаких проблем, было бы желание. И говорить о том, что это сделать невозможно, я думаю, сейчас уже бессмысленно. Потому что вот, результат налицо. Мы это сделали, мы реализовали свою задумку. Теперь, в общем, можно работать спокойно, продолжать работу, без всяких там заморочек с поднятием ванны. Канализация у нас теперь на нужном уровне. Всем, тем, у кого такая проблема, можете воспользоваться данным решением проблемы. Решите ее, сделайте канализацию ниже, и у вас все будет отлично. В общем, процесс не получилось заснять полностью, поэтому я решил сделать в отдельном видео, как это все происходило. Ну, то есть, наглядным образом я вам покажу, чтобы вы представляли себе процесс, как это все происходит, как это все сделать, можно легко и просто. Пока все, работаем дальше с канализацией, вопрос закрыт. Всем спасибо, всем пока. Шумоизоляция, кстати, мы тоже сделали. Все соединения труб канализации мы еще армированным скотчем обмотали, для того, чтобы при любом движении труба у нас оставалась в том же положении, что и была. Ну, в общем, все концы мы заизолировали. Шумоизоляцию трубы сделали. Вот, смотрите. Такая вот автомобильная шумка очень хорошо помогает, чтобы избавиться от шума.